Девочка-пай Уважаемые гости, уважаемые коллеги, разрешите международную конкуренцию «Русскоязычное колейское масс-медиа. История, настоящее будущее считать открытой». Девочка-пай Уважаемые гости, уважаемые гости, уважаемые гости, уважаемые гости, уважаемые коллеги, разрешите международную конкуренцию «Русскоязычное коллеги». Они служат своего рода мостом между нашими двумя странами. И вот та информация, которую вы публикуете в газете «Российские корейцы» и в других средствах массовой информации в странах СНГ, она очень важна, потому что при всех тех добрых отношениях, которые существуют между Россией и Республикой Корея, к сожалению, у нас еще очень много пробелов, знаний друг о друге. Мы стремимся к тому, чтобы выстроить наши отношения, приблизить их к стратегическому партнерству, но, к сожалению, у нас очень часто не хватает информации друг о друге. Мне удалось некоторое время назад познакомиться с обзором общественного мнения, которое проводил Левада Центр, о том, например, что знают российские граждане о Республике Кореи, какой объем информации. И, в общем-то, вы знаете, информация эта не самая радостная была из этого обзора, потому что оказалось, что, да, скажем, 27% опрошенных знают о корейских товарах, о южнокорейских товарах, знают имена ведущих корейских брендов, но вот все сводится к знанию о производителях автомобилей, электроники, бытовой техники и так далее. А вот что касается истории, культуры, каких-то национальных особенностей корейцев, то какое-то знание об этом выказали только 1% опрошенных. Так что здесь у нас еще очень большой простор для того, чтобы нести информацию нашим согражданам о том, что такое корейский народ, корейские традиции, корейцы, потому что без знания особенностей культуры и истории друг друга нам трудно будет развивать более плодотворный диалог. Я, правда, скажу, что и среди южнокорейских граждан не всегда какие-то очень полные знания о России и странах СНГ. Вот когда я начал свою работу в Сеуле в 2005 году, ко мне часто приходили журналисты, брали интервью, и я был поражен, так сказать, тому, какие вопросы часто задавали. Вот одна очень миленькая такая журналисточка из дамского журнала, она, например, не знала о том, что был Юрий Гагарин, о том, что Советский Союз был первым в хвост, она просто не знала об этом. А еще одна тоже приятная журналистка пришла и делилась своими впечатлениями. Вот в Сеуле есть такой район Тандемон, где много выходцев из России и других стран СНГ проживает. И она говорит, я никогда не думала, что у всех русских такая азиатская внешность, и все любят такую острую пищу. Но ничего удивительного, потому что там быстро вывески на ресторанах на Тандемоне были написаны на Кириллице, там Чингисхан, Аллатоу и так далее. И, в общем-то, она была права в отношении обитателей Тандемона, но отмечения о том, что является, так сказать, русскими традициями и так далее. Поэтому, я думаю, мы все должны приложить максимум усилий, чтобы пропагандировать знания. Здесь очень важно доводить до массы населения, до основного населения, вот массовую культуру. Вы знаете, как это, так сказать, может быть и не звучит примитивно, но это очень важно, потому что вот позитивному образу России в Южной Корее очень способствовали наши спортсмены, российские спортсмены и российские деятели массовой культуры. Вот, скажем, такие песни, как «Журавли», «Миллион аллокрос» в обеих Кореях считают уже, в общем-то, корейскими песнями. И если вот спросить три наиболее известных имени ныне живущих россиян в Южной Корее, то будет, конечно, номер один, это будет президент Путин, номер два, это будет премьер-министр Дмитрий Медведев, но номер три, вот вы со мной согласитесь, номер три, это будет Федор Емельяненко. Понимаете, и вот мир по боям бесправедно, потому что, кого не спросишь, молодежь знает его, а родители этой молодежи знают о нем, о своих детей. И было очень показательно, я видел его выступление в Южной Корее, как часто южнокорейская молодежь болела за него. И вот, в частности, российские эстрадные хиты, известные в Южной Корее, вот в свое время в Кеменском университете проводился всекорейский конкурс русской эстрадной песни, и представители 15 университетов, где изучали русский язык, приезжали и участвовали в этом самом конкурсе. Потому что вот очень интересно, несмотря на часто примитивный текст вот этих наших новых российских хитов, у них неплохая мелодичная основа, которая совпадает, в общем-то, с мелодикой корейских песен, в отличие, скажем, от американского рэпа. Рэп, он не свойственен корейским мелодиям. А вот эти вот русские песни, они где-то близки по звучанию. Ну и, конечно, здесь нам надо больше корейскую культуру пропагандировать, чтобы не сводилось знание корейской культуры исключительно к Сае и Гангам Стайл, понимаете. Сае и Гангам Стайл все знают, и пороги на него грузят по нашему телевидению. Но ведь помимо него тоже есть масса, так сказать, интересных исполнителей. Надо больше, чтобы показывали корейских фильмов. А с другой стороны, нам очень важно вот и Корею больше показывать. В частности, меня как-то, я всегда старался этого добиться, но мне не получилось. Может быть, у кого-то получится. У нас ведь нет ни одного хорошего документального фильма о Южной Корее. Вот такого хорошего часового фильма, который мы могли бы показать по телевидению, чтобы люди посмотрели и увидели, так сказать, жизнь. Как работает Корея, как работают предприятия, какая, скажем, вот, производственная этика, как работают муниципалитеты в корейских городах, и что, так сказать, россияне и граждане других государств СНГ могли бы заимствовать из корейского опыта. Это очень важно для нас. И вот эту всю работу мы все должны вместе делать. И, конечно, здесь важная роль принадлежит журналистам и газете «Российские корейцы» и других русскоязычных корейских СМИ. Еще раз поздравляю газету «Российские корейцы» с юбилеем и желаю всяческих успехов и долейшей работы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...